Однажды осенью 1971 года над островом Тайвань пронесся мощный тайфун. Стихия разрушила до основания ферму по выращиванию угрей, которая принадлежала 37-летнему предпринимателю Кингу Ли. Так появилась одна из самых влиятельных и уважаемых велосипедных марок во всем мире – Джайант. После катастрофы, произошедшей с фермой, Кинг Ли решил больше не связываться с морепродуктами, чтобы заняться чем-то наиболее близким к его специальности. Собрав партнеров, предприниматель построил небольшую фабрику по изготовлению велосипедов с амбициозным названием Джайант. История Джайант тесно связана с историей марки Швин. В те времена Швин занимали религирующие позиции на американском рынке. Компания искала возможность производить велосипеды за рубежом, где рабочая сила будет дешевле. Так, к 1985 году около 80% велосипедов, проданных в США под маркой Швин, были велосипедами Джайант. Такая зависимость от иностранного партнера, несмотря на всю выгоду, изрядно беспокоила президента компании Эдварда Швина. Поэтому уже в 1984 году он начинает переговоры с китайскими компаниями. Когда Кинг Ли узнал об этом, то принял смелое решение выйти на рынок с собственным брендом. Так, в магазинах впервые за несколько лет появились велосипеды Джайант, которые по качеству и геометрии не отличались от титанов велосипедного рынка Швин и отличались только названием. Джайант решает, что выпуск дешевых велосипедов — это шаг назад. Компания устремляется к разработкам собственных моделей. Это привело к созданию собственного конструкторского бюро, где рождались новые совершенные модели велосипедов. В августе 1985 года компания запускает амбициозный проект. Одним из первых в мире Джайант осваивает углеродное волокно. Джайант привлекает к разработкам ряд компаний из Японии, Германии и Швейцарии. Увы, первые карбоновые велосипеды не стали коммерческим успехом для компании, зато Джайант получил уникальный опыт высокотехнологичных разработок, приобрела репутацию инновационной компании. В 2003 году компания создает необычный Альянс А1, в который вошли два крупнейших производителя качественных велосипедов в Тайване. Джайант, ее национальный конкурент Мерида и прочие компании, работающие в велосипедной сфере или в сфере велозапчастей. Таким образом, Альянс ставит цель повысить конкурентоспособность тайванских производителей велосипедов премиум-класса на мировом рынке. По словам специалистов, эта система позволила выпускать высокотехнологичные велосипеды с наименьшими затратами. Сейчас название компании говорит само за себя. Джайант пользуется уважением в велосипедной среде и не случайно, ведь это качество, новые разработки, инновации, премиальность, престиж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова